Белфаст Недалеко от Фолс-Роуд находится западная часть Белфаста, довольно напряженное место. Даже сегодня вы сможете найти стену, разделяющую дома католиков и протестантов. Кроме политики, меня интересует привязанность к виски. Знаете, некоторые могут определить, кто есть кто по марке виски, которые вы пьете. Но не по сорту, а по фабричной марке, потому что здесь только один сорт – ирландский виски. В течение многих лет виски считают кровью Северной Ирландии. Этот алкогольный напиток из крепкого портера – национальный напиток Ирландии. Испокон веков здесь пьют виски. Более тысячи лет назад здесь стали гнать виски. В Ирландии было свыше 150 винокуренных заводов. Сегодня их число несколько поубавилось. Не стоит озадачивать себя поисками уютного местечка. Я направляюсь в Краун Леке Салон – седьмое чудо пабного мира. Краун как магнит притягивает путешественников. Это идеальное место, где знают все о виске – знаменитый укромный уголок ирландцев. Это место нежелательно для женщин, священников и букмекеров. А для общения? Для общения, да. Мужчине нравится иметь дело с виски и друзьями. Знакомьтесь, мой учитель Джон Райан – наполовину винодел, наполовину историк и дважды знаток виски. Что ж, мы передадим вам кружку, потому что... Вы не будете пить из чужой? Вы почти правы. Да, почти. Как мы говорим в Ирландии, никогда не кради чужой жены и не пей чужой виски. Существует много споров вдоль Атлантики, какая страна первой изобрела виски. Исторический продукт под названием виски был первоначально изготовлен в Ирландии 1400 лет назад. Слово виски произошло от ирландских слов. Ишка-ба-ха, что означает эликсир жизни. Салют за вас. Ирландцы падки на виски, а почему бы и нет? В течение многих лет они совершенствовали искусство смешивания ячменя и воды в нечто особое. А сегодня Джемисон, Бушмиллс и Теламорд-Дрю распространяют ирландские виски по всему миру. В стране истинные ирландцы пьют исключительно местные сорта виски. Но когда вы отправляетесь в ирландский паб, вы никогда не услышите, чтобы посетитель заказал виски или айриш. Они всегда говорят, особенно в Белфасте, я буду Бушмиллс или Блэк Буш. И так везде. Ближе к югу могут спросить, не найдется ли стакан Джеймсона или Пауэрс. Каждый сорт виски немного отличается от других, и любой ирландец до последнего вдоха будет защищать свой излюбленный сорт. Бармен всегда принесет то, что было заказано, это правда. Давайте копнем глубже. Это поможет вам понять, что на самом деле такое ирландский виски. Что касается вкуса, он приятен и без привкуса какой-либо закоптелости. Это также напиток, который не мешает беседе. А ирландцы, как известно, любители с кем-то пообщаться. Поэтому, когда вы пьете, вы не хотите напиться, чтобы давить на окружающих и пообщаться с кем-нибудь? Точно! Вот именно. Вот-вот, я понимаю. Ирландцы обожают здешние тосты. Вот один из них. Пускай ваш путь будет всегда счастливым, пусть ветер дует в спину, пусть солнце светит перед вами, благодаря дождям пусть будут урожаи, и Бог вас бережет. За вас! Завтра я отправлюсь в удивительное путешествие на север к старейшему винокуриному заводу в мире. К счастью, Северная Ирландия не такая уж большая. Сейчас я нахожусь в довольно интересном месте. Это старейший, лицензированный винокуриный завод. Поездка или прогулка по побережью здесь самая живописная на всей планете. Наконец-то! Бушмелс! Какое место! Город и завод называются одинаково. Что касается винокуриного завода, он предок всех остальных. Знаете, лицензия здесь производить виски была получена в 1608 году английским королем Джеймсом Первым. Только 200 лет спустя Шотландия получила такую же лицензию, а только в начале 19 века в Гленлин-Витте. Знать такие вещи не лишнее. Хотя слово Бушмелс распространено во всем мире, все операции по изготовлению виски происходят под одной крышей. Ни для кого не секрет, почему именно виски считаются изюминкой Паба Кроун. Дело в том, что напиток не теряет своей актуальности и совершенствуется век за веком. Эй, кто-нибудь слышит меня? Изумительно находиться внутри машины, которая делает виски. Скоро начнется процесс изготовления вкусного и ароматного виски, а начинается он с солодового ячменя. В Шотландии ячмень просушивают с помощью огня. Это придает скотчу характерный привкус, отличающийся от ирландского виски. В Ирландии ячмень сушат, а только потом мелют. Это зерно становится смесью. Она напоминает мэштон вместе с 43 литрами воды. В результате такого процесса крахмал превращается в сахар. Кто-то завел машину, пора сматываться. пока меня не превратили в сахар. В данную смесь добавляют дрожжи. Через несколько дней оставшуюся жидкость перекачивают в пустую емкость, где ее дистиллируют три раза. что находилось в 43 тысячах галлонах, помещается теперь в 4 тысячах галлонах великолепного ирландского спиртного напитка. Это бочки, в которых находятся ирландские виски, уже готовые к продаже. Бушмиллы поставляют виски в бочках разного типа. От вида бочки зависит вкус ирландского виски, будь то херес, модера, бербон. Я имею в виду ванильный, миндальный, марципановый. Это невероятно. Затем бочки закупоривают и отправляют на склады. Чудесно. Знакомьтесь, дистиллятор Колом Игон. У любого работающего здесь в жилах течет ирландский виски. Колом познакомит меня со своими друзьями, мистером Смэсью и мистером Солодом. Я полагаю, мы уже знакомы с этими ребятами. Почему же вы не поприветствовали их еще раз? Хорошо. Перед тем, как отправимся во вкусное путешествие, ознакомимся с виски и десятилетней выдержки. Для его приготовления использовали солодовый и не солодовый ячмень. Виски такой же ценный напиток, каким его считали 10 лет назад. Здесь нет такого копченого привкуса, который чувствуется в скотчах. Вы ощущаете фруктовый вкус, он получается естественным образом. Вкус фруктов также встречается в ирландском кофе и коктейлях. Знаешь, это очень полезно. Пришло время для десятилетнего ирландского солода. Чем эти виски отличаются от остальных? Так это тем, что изготавливаются они исключительно из солодового ячменя. Поэтому имеет совершенно другой вкус. Итак, на самом деле до покупателя доходит конечный результат. Вы пробуете нечто особенное. Этот виски по вкусу напоминает молочный шоколад. Молочный? Да, именно. Молочный шоколад. Ваше здоровье. Не знаю, что мы говорили про вкус, но здесь в составе точно есть молочный шоколад. Я бы никогда не подумал, что шоколад и виски так прекрасно совмещаются. Я имею в виду то, что это совсем другой сорт виски. Салют. Салют. Ну что, теперь ты счастлив? А я? Я только что был счастлив.